15 октября, вторник, Мадина Алмолкина в студии телеканала «Атамикен Бизнес» и о главных событиях к этому часу. Опять 25, очередной прорыв теплотрассы в Алматы, фонтан горячей воды повредил несколько автомобилей. Валматы вновь прорвало трубу. ЧП произошло в районе торгово-развлекательного центра «Максима» по проспекту Раимбека. На кадрах любительской съемки, которая распространяется в интернете, видно, что фонтан воды бьет на высоту в несколько десятков метров. Как сообщил представитель предприятий теплоэнергокомплекса ИЖКХ Ян Гирин, диаметр фонтана горячей воды составил 50 сантиметров. По его словам, прорвало трубу магистрального водопровода, которая уже 22 года. В этом году ее испытывали, тогда она выдержала давление. Но сегодня, видимо, предел прочности иссяк. Пострадало несколько автомашин. Их владельцам выплатят компенсацию в соответствии с законодательством. Напомним, это второе ЧП за два дня. Накануне в Алматы произошел прорыв теплотрассы, в результате чего были затоплены улица, несколько машин, но и двое жителей получили легкие ожоги. Представитель предприятия уверяет, что аварии на теплотрассах не скажутся на своевременной подаче отопления в квартиры. Кстати, тепло в квартиры алматинцев должны дать сегодня. И срочная новость. В октубе 20-летняя девушка умерла во время медицинской процедуры. Она проходила курс лечения в частной клинике женского здоровья. Девушке ввели препарат, реакция на который вызвала у пациентки анафилактический шок и потом остановку сердца. Как рассказал муж погибшей, они проходили курс лечения в течение 8 месяцев и ранее каких-либо угроз здоровью не возникало. Но перед тем, как ввести новый препарат, девушке не были сделаны анализ на переносимость. Кроме того, муж погибшей рассказал, что скорая помощь приехала в клинику только через 40 минут после вызова. Ну а его самого около двух часов не подпускали к телу погибшей. Руководство частной клиники заявило, что на этот препарат пробы не делаются. Сейчас выяснением причин трагедии занимается специальная комиссия облздрава и полиции. Ее завели в кабинет. Через 5 минут я услышал большой крик. Четыре раза был крик. Но врачи не остановились и продолжили работать свое дело. Я не знаю, почему так, но меня в кабинет не запустили. Я уверен, что у супруги остановилось сердце в 16.30 часов, но меня не допустили. И до 18.30 ее держали в кабинете. Когда я зашел, супруга лежала на полу. Лицо, руки все было синее. Это было очевидно, что она умерла пару часов назад. Предполагаемый диагноз – анафилактический шок на введении лекарства. Девушка молодая. Раньше она к нам приходила. Аллергических реакций у нее раньше не было. Препарат, который вводили мы, и предполагаем, что он явился причиной состояния ее такого, на него проба не проводится. Больше 600 миллионов тенге взыщут с генподрядчика Центра ядерной медицины в городе Семей. Предприниматель установил дорогостоящее медицинское оборудование, которое в итоге оказалось неисправным. Восточно-казахстанский областной суд обязал его вернуть деньги в бюджет. Напомню, компания «РТЖ ГЭС-строй» строила отделение радиоизотопной диагностики и терапии Центра при областном онкодиспансере. Ну и должна была его полностью оснастить. Однако ошиблась с выбором медицинской техники. Теперь генподрядчик должен вернуть бюджетные деньги. Когда он сможет это сделать, неизвестно. Сейчас долги компании по налогам и зарплате превысили 7 миллиардов тенге. Что же касается демонтажа неисправной системы, то его за счет собственных средств должна выполнить компания-субподрядчик. Однако, как выяснилось, что между подрядчиками еще не разрешены хозяйственные споры. Оборудование поставили. Но в рамках расследования уголовного дела было установлено, что данный оборудование не соответствует спецификации, которые предъявляются. Соответственно, раз не соответствует, раз товар ненадлежащего качества, пожалуйста, будьте добры, верните деньги. Генеральным подрядчикам «РТЖ ГЭС-строй» подлежит демонтажу с обзысканием денежных средств «РТЖ ГЭС-строй» за поставленный оборудование в доход государства. Ну а в эти минуты в Нур-Султане проходит всемирный саммит лидеров в онкологии. Ежегодно от рака в Казахстане умирают 15 тысяч человек. Кроме того, каждый год этот страшный диагноз ставят 35 тысячам наших соотечественников. 180 тысяч человек состоят на учете. На мероприятии работает наш корреспондент Фариза Булатбек. Она готова выйти на прямую связь со студией. Фариза, тема непростая. Что говорят специалисты? Есть какие-то ободряющие факты? Рахмет Мадина, помимо статистики, к ней я еще вернусь, показался интересным ответ главного онколога страны на вопрос журналистов, почему все-таки казахстанцы предпочитают лечение за рубежом. И в последнее время, кстати, участились случаи, когда родители или родственники больных раком объявляют о сборе средств и просят помочь. Так вот, по словам Диляры Кайдаровой, есть компании, которые лоббируют этот процесс, потому что для них это прежде всего вопрос прибыли. Главный онколог страны также привела конкретный пример. Впрочем, давайте послушаем ее ответ. Есть действительно те люди, которые хотят уехать и лечиться, например, в Турцию, в Корею или в Европу. Хотя такое же лечение мы предлагали. Мы все эти случаи, я проверяла. Есть компании, которые лоббируют действительно отправку наших пациентов на лечение. И они за это получают тоже определенные, скажем, бонусы. Да, то есть это тоже своего рода бизнес. И вот, заметьте, мы с июля месяца начали проводить, именно проверять каждый случай оказания онкологической помощи. И вы заметите, вот последние три месяца снизились эти объявления. Однако ни статус развитого государства, ни суперсовременные оборудования ничего не значат, если в стране нет квалифицированных кадров. Это и есть основной критерий борьбы с этим недугом, считает президент Международного Союза по контролю над раком принцесса Иордании Дина Майрет. Она, кстати, одна из почетных гостей этого мероприятия. Впрочем, казахстанские врачи не скрывают, что проблема нехватки онкологов есть. И в идеале в каждой поликлинике должны быть такие специалисты, отмечают они. Что касается оборудования, то в Казахстане только три дорогостоящих аппарата, так называемые ПЭТ-КТ, которые могут точно определить рак. И два из них в столичных онкоцентрах, и один находится в Алматинском. Добавлю, что ежегодно в Казахстане на борьбу с раком выделяется 35 миллиардов тенге. И чаще всего среди населения встречается рак молочной железы, легких и желудка. И только 23% казахстанцев обращаются к врачам на ранних стадиях. И врачи попросили передать через нас, журналистов, казахстанцам, чтобы они чаще проходили скрининги, проверяли свое здоровье, потому что рак на 100% вылечивается только на первой стадии. Мадина, у меня на этом все. Передаю слово тебе. Спасибо, Фариза, за советы. Но мы тоже приведем немного цифр. Расходы на лечение казахстанцев в следующем году составят 83 тысячи тенге на человека. Тысяча тенге на человека. Об этом агентству Интерфакс Казахстан сообщил председатель правления фонда социального медицинского страхования Эрик Байжунусов. По его словам, на лечение одного зарегистрированного гражданина в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи выделят 52 тысячи тенге. В рамках обязательного социального медицинского страхования – 30,5 тысяч тенге. Напомню, программа внедряется в 2020 году. Представитель фонда соцмедстрахования подчеркнул, что сейчас на его счетах хранятся порядка 209 миллиардов тенге. Охват населения медстрахованием на сегодняшний день составил 93%. На 41% подорожали привозные овощи в Казахстане. По данным Комитета по статистике, с начала этого года цены подскочили не только на импортируемые товары, но и на экспорт. Почти на 10% увеличилась стоимость ввозимых кондитерских изделий. Ценник на рис и рыбу повысился на более чем 8%. Интересно, что сахар, который Казахстан большей частью закупает из-за рубежа, подешевел на 7%. К слову, ранее Комстат сообщал о том, что собственное производство сладкого продукта в стране сократилось почти наполовину. Также повысилась стоимость экспортных поставок пшеницы, угля и нефти. Тем временем есть данные, что казахстанцы оставили в магазинах почти 8 триллионов тенге. Объем розничной торговли вырос на 5,5% за январь-сентябрь текущего года. Больше всего потратили жители Алматы, а именно 2,5 триллиона тенге. В Нур-Султане почти 1 триллион и в Караганде 726 миллиардов тенге. Ну а вот в сельской местности закупились на 670 миллиардов. Это даже чуть меньше, чем жители всей шахтерской столицы. Такие объемы торговли в Казахстане в основном обеспечивают индивидуальные предприниматели. Затем идет малый бизнес. Доля крупных и средних предприятий на розничном рынке составляет 1,5 триллиона тенге. По данным Комитета по статистике, в последние месяцы наблюдается рост цен на жилье по всему Казахстану. Как на вторичном рынке, так и на первичном. При этом количество сделок по купли-продаже за 9 месяцев этого года стало расти. Было продано 235 тысяч домов и квартир. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем активнее всего спрос на алматинскую недвижимость. Плюс почти 39%. Ну и квадратные метры в южной столице по-прежнему самые востребованные по всей республике. Соответственно, и цена на них самая высокая. Единственный регион, где спрос на жилье снижается, это Мангистауская область. Продажи здесь упали почти на 4%. При этом, по официальной статистике, за последний год в Актау не поменялись цены ни на квартиры в новостройках, ни на вторичном рынке. Ну и судя по цифрам, быстрее всего дорожают новостройки в Кустанайе. Но при этом основные объемы нового жилья вводятся в Нур-Султане и Алматы. А вот цены растут по всей стране. Вложения в недвижимость по-прежнему остаются самым популярным способом инвестирования у казахстанцев. Мы спросили, у кого есть жилье, кто копит, а кто только приценивается к подорожавшим квадратным метрам. Арендую, да? Да, помню. Собственное? Нет, у меня собственное жилье, вот, как года два, наверное, построился, вот. Арендую. Планируете покупать? Нет возможности. Я арендую. А планируете покупать? Да. Арендую. Планируете покупать? А я купил, меня кинули, и что? Это строительство, не пошло. Пришлось, кредиты платим, и что толку? А им-то что? Столько людей кинулись? А толку от этого? А я, вон, столько, почти всю зарплату на кредит отдаю. И что хорошо? А мы не местные? Не местные, но вообще как? Ну да, собственно. Собственно. Известно, что сильно выросли цены на жилье в регионах. Безусловным лидером является Шимкен. Стоимость на квадратный метр здесь взлетела после того, как он получил статус города республиканского значения. Только в период с мая по август вторичка в городе подорожала на 26,5%. Ну а вот в Алматы, Уральске, Таразе и Петропавловске квартиры на вторичном рынке дороже, чем новое жилье. К примеру, по состоянию на 1 октября в Петропавловске жилье подорожало более чем на 26%. Риэлторы считают, что причина роста стоимости квартир кроется в обилии государственных жилищных программ. Рост цен на недвижимость замечен. Замечено процентов 20 в соотношении с сентябрем месяцем. Подорожание зависит от того, что появились программы. Госпрограммы, такие как Бахтутбасы, Аскерейбаспана, ипотечная программа подешевела. Соответственно, с этим из-за спроса цены подскочили на жилье. Только по программе 7-20-25 принято около 19 тысяч заявок на общую сумму 213 миллиардов тенге. При этом наблюдается и рост ипотечного кредитования. Тему недвижимости мы продолжим в студии с президентом Ассоциации застройщик Казахстана Талгатом Иргалиевым. Добрый день. Здравствуйте. Что скажете вы, наблюдается ли активность в вашем секторе? Как продается новое жилье? Ну, во-первых, я хочу немного подкорректировать вас, что на самом деле не так сильно влияет государственная программа, как вы только что отметили, что на повышение цен. Потому что если смотреть в обслуживание где-то 6 тысяч квартир, это на весь Казахстан это немного. То, что вот сейчас в новостях есть, и они так сказать, что сильно не влияют. Да, они влияют. Влияет комплекс, комплекс мер на стоимость. Никогда один фактор не может так быстро повлиять и на такой рост на 20% или на 30% поднять стоимость квадратный метр. Поэтому если говорить по поводу именно, почему произошел рост цен, да, и будет ли продолжать рост, то надо отметить несколько факторов. Это, во-первых, регионы, они всегда были таким тихими. И если брать точно тот же город Шымкен, там цена, если смотреть, никогда не росла. Если смотреть анализ, да, всех тех прошлых годов, Шымкен всегда он был внизу и в аутсайдерах по росту стоимости за квадратный метр. Здесь надо отметить то, что в 2018 и 2017 году такого роста не было. Как мы сейчас говорим, курс доллара по сравнению с 2016 годом-то в 2017-2018 год подрос, строительные материалы, соответственно, стоимость возросли. Но из-за вот такого спроса, да, спроса, цены, они были такие, пока есть, умеренные. Ну, надо отдать должное, значит, в первую очередь, это действительно программы есть, 7,20, 25 и программы жилоспроизбережения, да, они начали работать. Но они не так сильно повлияли, я не то, что я вам скажу. А можно узнать, вот вообще, где дешевле строить, зависит это от региона, может, на севере или на юге? Ну, понятно, что в столице всегда будет дорогое жилье, а вот в регионах как это? Ну, во-первых, здесь складывается стоимость из приобретенного земля, где земля дороже, там, конечно, дороже, где земля дешевле, там дешевле. Во-вторых, это трудовые ресурсы, стоимость трудовых ресурсов. В принципе, в основном, честно говоря, стоимость практически одинаковая, разница где-то в пределах 10%, 10%, и, так сказать, что большой разницы в этом нет. Ну, в регионах в основном строят кирпичные дома, больше такие сборы железобетона, да. А в Астане и в других Алматы города строят из железобетона, то есть из монолита, из бетона, да. Ну, соответственно, эти конструкции из монолита, они дороже, поэтому цена дороже, и земельные участки здесь в Астане дороже. А давайте поговорим о качестве жилья. Ну, вы слышали, наверное, историю с одним жилым комплексом территория комфорта, которую сейчас в данный момент сносят из-за того, что там качество бетона не соответствовало стандартам. Вот вы, как председатель ассоциации и члены, которые вот входят в ваши строительные компании, они следят за качеством материалов? И какие материалы вы чаще используете? Наши казахстанские или все-таки закупаете за границей? Ну, во-первых, как бы нам пока никто и права не давал следить за качеством материалов. Ну, наверное, для строительщиков это тоже должно интересовать. Прегативы государства. Если насчет того, что мониторить, как раз мы говорим, отдайте нам эту функцию от места исполнительного органа, общественным объединением, да, и мы будем сами контролировать. И пока мы на уровне только разговора ведем такую работу. А разве застройщик не заинтересован в качестве? Застройщик сам лично, юридическое лицо, конечно, застроено. Она как бы отвечает за это. Но, как бывает во всех сферах, есть недостатки. Мы не говорим, что нет недостатков, да. Но когда вопрос задают, вот у нас насчет безопасности, насчет качества, да, это единицы. Но в основном-то 95% это хорошее жилье. А ваши функции как ассоциации, ассоциации в чем заключаются? Союз строителей Казахстана. Мы сегодня объединяем более 500 членов по всему Казахстану. Мы помогаем строителям, чтобы эта сфера развивалась. Мы проблемы знаем, мы это доводим до госорганов, чтобы они эти моменты учли. И, соответственно, вместе с нами, вместе с вами же, с Атамикеном, внесли поправки в госорганы. Наша задача убедить, выявлять. Вот мы 16 регионов объехали, мы практически 6-7 проблем знаем, основных таких глобальных проблем. И одна из основных проблем сегодня это трудовые ресурсы, это отсутствие инженерных сетей, отсутствие земельных участков. Вот вы говорите, почему цены росли. Это рынок, спрос раздает предложения. То есть, если спрос есть сегодня, а предложений мало, то, конечно, будут цены расти. А я вам скажу еще дальше. Цены еще будут расти в течение года, до 2020 года, потому что регионы мы объехали. Инфраструктуры нету, инфраструктуры нету. Земельных участков, соответственно, выделяет уже мало. И спрос-то у 2 миллионов человек есть у нас по всему Казахстану. Это люди, которые рассчитывают на госпрограммы, а строящихся домов мало, инфраструктуры нету. И завтра будут расти, инфляция идет. Сегодня мы видим отголоски вот курса 130, 120, 140, которые были в 2018 году, в 2017 году. Сейчас у нас курс 390, она через полгода даст результат. То есть строительство... Удорожение снова квадратный метр. Ну, может, знаете, какой-то прогноз, насколько подорожает? Это прогноз, что сегодня мы получим вот такое удорожение. Ну, как минимум 15% мы получим в 2020 году удорожение. Это достаточно большая сумма для отрасли, для людей, сегодня нуждающихся, которые заработок недостаточно, они только надеются на программу. Это, конечно, большой удар и это большая нагрузка. Поэтому здесь один выход, строить больше, строить и тем самым удерживать стоимость квадратного метра. Или чтобы она росла не так много. Ясно. Ну, хорошо, спасибо большое за беседу. Я думаю, что если даже ваши прогнозы оправдаются, то мы будем надеяться, что у людей потребительская способность покупать, покупательская способность еще более возрастет, и наши доходы возрастут, или какие-то банковские услуги у нас станут более доступными. Это нехорошая информация, да, это нехорошая, конечно. Хотелось бы, чтобы цены не росли, они, наоборот, падали и были более доступны для людей. Но здесь уже, как говорится, рынок, здесь ничего не поделаешь. Это единственный способ, я еще раз повторюсь, это надо количество квадратных метров увеличивать вводимого жилья, и все. Все, спасибо большое. Ну, и смотрите далее в программе. Индекс человеческого капитала казахстанские дети оказались перспективнее, чем их сверстники из Китая, Мексики и Украины. Долги компании «Астана ЛРТ» перед Европейским банком реконструкции и развития за покупку 600 автобусов покроют из местного бюджета. Об этом сообщил глава компании Бекмырза Ингибердинов. На сегодняшний день, с февраля текущего года, уже было направлено на погашение около 2 миллионов евро. Ну, а общая сумма долга в двух траншах составляет 20 миллионов евро и 15 миллиардов тенге. Займ должны выплатить до 2025 года. При этом Акимат намеревается приобрести еще 100 новых электроавтобусов. Вопросов к его дочерней компании «Астана ЛРТ» очень много. Ну, и сейчас вместе со спикером на прямую связь со студией моя коллега Динара Конжигалинова. Динара, передаю эфир вам. Да, студия, спасибо. Сегодня в столице проходит конференция-выставка, посвященная теме общественному транспорту, его реформам и путям развития. И сегодня в качестве главного организатора здесь присутствует компания «Астана ЛРТ». И мое вступление будет недлинным. Я сразу перейду к вопросам председателю управления компании «Бекмирзе» и «Гембердинову». Бекмирзе Карегильдевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сразу перейду к первому вопросу. Как известно, на сегодня компания «Астана ЛРТ» за обновление автопарков подвижного состава, да, получается, у компании образовался долг перед банком ЕБРР. Расскажите, пожалуйста, на какую сумму средства уже были погашены и вообще как планируется погашать долг? Ну, у компании «Астана ЛРТ» на сегодняшний день не образовался долг перед ЕБРР. Это долг самих перевозчиков, которые брали в лизинг эти машины. Две кредитные линии по ЕБРР. Сегодня мы уже оплатили по кредитной линии в евро порядка двух миллионов евро. И в тенге чуть больше миллиарда тенге. Скажите, пожалуйста, эти средства были выделены из местного бюджета? Из местного бюджета, да. Скажите, пожалуйста, есть такая информация, что вот получается покупка новых электроавтобусов будет, то есть аренда от покупки будет передана первому парку. Скажите, пожалуйста, как планируется, что парк будет расплачиваться за вот эту вот аренду, если у него сейчас уже имеется долг в размере 50 и 5 миллиарда тенге? То есть как автопарк будет выплачивать и вообще есть ли смысл так сильно нагружать их? В целом это уже согласованная позиция по передаче в аренду первоавтобусному коммунальному парку этих электробусов. Расходная часть на этих электробусов будет значительно ниже, чем на обычных дизельных машинах. Поэтому здесь по нашим расчетам парк спокойно может оплачивать аренду за эти автобусы. Вопросов не должно быть. Но как они будут с долгами расплачиваться? Долгами будут рассчитываться за счет того, что мы будем с Акиматом работать над субсидиями. В рамках тех субсидий, которые они будут получать, будет процент, который они будут уже возвращать за лизинг, за свои долги. Но ведь как известно, один автотранспорт, он значительно по стоимости превышает транспорт на дизельном топливе. Зачем вообще они нужны городу? Какой они принесут плюс? Все зависит от технологической начинки автобусов. Поэтому сложно сказать, что электробус будет дороже, чем дизельный. Есть те агрегаты в машине, которые стоят разные деньги и соответственно разное качество и разный срок службы. Мы можем купить дешевые вещи. Через год они сломаются и эти машины будут стоять на ремонте. Соответственно, народ не сможет ими пользоваться. Будут долго стоять на остановках. Будут эти автобусы, которые ходят, скажем так, с забитыми. Хорошо, Бекмарзай Кайрегильдевич, спасибо большое вам за интервью. Спасибо. Спасибо. Ну, я отмечу, что мы продолжаем работать на конференции, посвященной теме общественного транспорта, реформам и развитию. К данному часу у меня пока вся информация о дальнейших событиях. Более подробно смотрите вечерние выпуски новостей. Спасибо студии, передаю вам слово. Спасибо, Динара. Будем ждать. Ну, а ежегодно по всему миру страны теряют сотни миллиардов долларов на пищевых отходах. Если одни выбрасывают продукты питания, причем это происходит в развитых странах, то другие не имеют средств для покупки еды, чтобы просто прожить. Контрастные показатели в обзоре аналитиков Bloomberg. Продолжение следует... В итоге по всему миру сумма от потерь продуктов питания составляет около 400 миллиардов долларов, говорится в докладе продовольственной и сельскохозяйственной организации. Для улучшения ситуации лидеры ряда стран обязались значительно уменьшить потери в ближайшие годы. Свой вклад намерены внести и некоторые компании. Вместе с тем ежедневно в мире голодает 820 миллионов человек. Еще больше страдает от ожирения, поскольку не могут позволить себе здоровую пищу. Генеральный директор Фао Цюй Дуньёнь подчеркнул, что потеря пищевой продукции – это расточительное использование земельных и водных ресурсов, а также ничем не оправленные загрязнения окружающей среды. Ну а далее с новостями в мире моя коллега Эльвира Найманбаева. Эльвира, вам слово. Благодарю, Мадина. Я готов полностью уничтожить экономику Турции. Столь гневно и эмоционально американский лидер Дональд Трамп отреагировал на военную кампанию Анкары на севере Сирии. После своей словесной отповеди штаты все-таки ввели санкции против Турции. Под ограничительные меры попали министры обороны, энергетики и внутренних дел, а также профильные ведомства. Госсекретарь США Майк Помпео призвал Анкару немедленно прекратить наступление в Сирии и вернуться к диалогу с Вашингтоном. В противном случае страну ожидают новые санкции. Так, Трамп анонсировал повышение тарифов на турецкую сталь до 50%, уровня которого действовал до их снижения в мае. А вот в Евросоюзе не стали вводить эмбарго на оружие в республику. Как ожидалось изначально, обошлось ограничением экспорта. Формально у нас не было возможности ввести эмбарго, но, тем не менее, все страны обязались больше не поставлять оружие в Турцию. Насчет действующих контрактов я пока ничего сказать не могу. К слову, Реджеп Тейпер Даган встретится с первым президентом Казахстана Ельбасы Нурсултаном Назарбаевым в Баку на Совете по сотрудничеству тюркоязычных государств. Напомним, саммит стартует сегодня. Накануне Ельбасы прибыл в Баку и уже провел встречи с руководителями Кыргызстана и Азербайджаном. В ходе двусторонних встреч Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую важность дальнейшего углубления тюркской интеграции. В частности, в беседе с Оранбаем Жинбековым он особо отметил необходимость укрепления мира и согласия между нашими странами. Встречаясь же с Эльхамом Алиевым, Нурсултан Назарбаев указал на положительную динамику развития казахстанско-азербайджанских отношений. Это говорит о развитии страны и государства, о мощи страны. Братский Азербайджан тем самым очень радует меня. Надо продолжать развивать экономику, через это улучшать благосостояние народа. Главное, что народ поддерживает ваш курс. И когда президент и народ едины, нет высот, которую не может народ взять. Саудовская Аравия и Россия подписали свыше 20 соглашений в рамках визита Владимира Путина в королевство. При этом СМИ пока не сообщают, о каких именно направлениях и отраслях идет речь. Докануне визита в Риад анонсировали подписание около 30 договоров на 2 миллиарда долларов. Аналитики же, разбирая совместную повестку стран, акцентировали внимание на разных позициях Москвы и Риада в оценке недавней атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Если власть королевства продолжает обвинять Иран, то Владимир Путин призывает не делать поспешных выводов и разобраться в ситуации детально. Великобритания намерена стать крупнейшим инвестором Африки среди стран G7. Основное внимание, как ожидается, уделят инфраструктуре и зеленой энергии. При этом страна готовится покинуть Евросоюз уже в этом месяце. Что касается Африки, то еще в сентябре Лондон подписал торговые соглашения с пятью участниками Союза. Для всестороннего изучения сектора в Британии планируют провести инвестсаммит в январе. А в Африке проживают свыше 1 миллиарда человек. Общие ВВП континента – 2,5 триллиона долларов. Неутехающие протесты в Гонконге негативно отразились на бизнесе. Вынужденно закрылись уже около 100 ресторанов, из-за чего без работы остались 2000 сотрудников. Ритейлерам также пришлось закрыть магазины. Демонстрации в административном районе Китая начались в первых числах июня. Общественный резонанс вызвал законопроект по высылке преступников на материковую часть Поднебесной. Позже документ отозвали, но ожесточенные столкновения на улицах не прекратились. Тысячи участников акции выступают против влияния Пекина на мегаполис. Впервые за последние 27 лет Букеровскую премию получили сразу два писателя. Ими стали Канадка Маргарет Эдвуд и британка Бернардин Эвариста. Так Эдвуд отметили за роман «Заветы», а ее коллегу за произведение «Девушка, женщина» и все остальное. Сами авторы говорят, на победу не надеялись. Писатели поделят денежный приз в 63 тысячи долларов. Сразу два победителя являются нарушением условий присуждения Букера, в которых прописано, что премия неделима. Последний раз такое произошло в 92 году, после чего и изменили правила. Впервые же саму литературную награду вручили в 69-м. У нас обеих кудрявые волосы. Думаю, по этой причине мы и получили премию. А так, если честно, не ожидала такого, так как думала, что уже слишком стара. У меня на этом пока все. Мадина, возвращаю тебе слово. Спасибо, Эльвира. Какие яркие и красивые женщины. Ну а к нам присоединяется наш коллега, обозреватель портала «Инбизнес» Табихат Нурбулат. Табихат, какие новости у тебя? Добрый день, коллеги. Сегодня речь пойдет о запрете вывоза скота и ситуации в Центральной Азии. Вот насколько я знаю, ранее сообщала, что Узбекистан вступит в ЕС. Ну и если все случится, то насколько глубокой будет эта интеграция? Ну об этом расскажу прямо сейчас. Казахстан с 25 октября вводит 6-месячный запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота из республики. Это совместный приказ министра сельского хозяйства и первого заместителя премьер-министра и министра финансов. Согласно документу, введен запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории республики Казахстан живого крупного рогатого скота, в частности телят возрастом до 1 года женского рода, телочек свыше 1 года, коров, овец и коз. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его первого официального опубликования. Кто играет в интеграцию в региональную повестку дня в Центральной Азии, пока пытаются писать другие государства, что происходит на пространстве новой Центральной Азии. С одной стороны, свои экономические интересы здесь преследует Китай, с другой Россия, которая смотрит на интеграцию даже в рамках ЕАЭС иначе, чем другие участники. С кем из них Казахстану выгоднее выстраивать отношения? Более того, есть большой Узбекистан, страна заинтересована в новых рынках, но выстраивает отношения прежде всего по периметру своих границ. Есть такое явление, как диаспоры, например, формирующие на территории России Малую Центральную Азию. Станут ли они инструментом политического влияния и кто им воспользуется? Ответ на этот вопрос вы найдете, прочитав аналитическую статью на нашем сайте. На этом у меня все, Мадина, придаю слово тебе. Спасибо, Табихат. Ну и, кстати, хотела поинтересоваться, ты не боишься летать на самолетах? Нет, не боюсь, у меня аэрофобии вообще нет. Ну, а вот я, кстати, боюсь, и поэтому у меня для всех есть интересная новость. Китай создает поезд, который будет иметь скорость самолета, и прямо сейчас об этом подробнее наш коллега Ирнар Тейжан. Всем привет! С вами самая познавательная и современная передача о мире информационных технологий. Я, обозреватель Ирнар Тейжан. Поехали! На протяжении нескольких лет Китай активно ведет разработку в сфере создания крайне быстрых поездов на магнитной подушке. Неоднократно проводит испытания прототипов железнодорожного транспорта нового типа и разрабатывают виды железнодорожного полотна. Однако сейчас, по всей видимости, власти поднеместной решили, что пора переходить к решительным действиям и начали строительство путей для сверхскоростных поездов на магнитной подушке. Поезд на магнитной подушке – это поезд, который в процессе движения не касается поверхности рельсов, управляемый силой электромагнитного поля. В результате его скорость сравнима со скоростью самолета. Новая дорога сократит время в пути от Уханя до Гуанчжоу длиной 2200 км до 2 часов. Скоростные железнодорожные магистрали между Пекином и Шанхаем, Пекин и Гуанчжоу, на которых поезда развивают скорость до 350 км в час, в настоящее время загружены на 82%, а в период праздников заполняются до отказа. Технологию создания поездов на магнитной подушке Китай получил еще в 2002 году из Германии, построив 30-километровую линию между центром Шанхая и городским аэропортом Пудун. По ней поезд двигается со скоростью 430 км в час. Компания Sony объявила о преемнике своей популярной полнокадровой камеры со сменным объективом А9. А9 II включает в себя усовершенствованный процессор изображения Beons X, который обеспечивает более мощные возможности автофокуса в новой камере. Есть автофокус по глазам в режиме реального времени как для людей, так и для животных, с выбором правого или левого глаз для животных, а также автофокус глаз во время видеосъемки и отслеживания объектов, который привязывает вашу точку фокусировки к чему угодно. Новые функции камеры включает в себя корпус с повышенной устойчивостью к пыли и влаге, а также мощный дизайн с более глубоким захватом, который приветствуется с точки зрения эргономики. Sony также представила новый цифровой аудиоинтерфейс на корпусе камеры. Это позволит использовать новый микрофон и адаптер X-Layer для передачи звука из внешних источников в камеру при записи видео. Разработчики утверждают, что камера делает непрерывную съемку со скоростью до 20 кадров в секунду с размером буфера. Новый A9TU поступит в продажу в ноябре. Цена – 4500 долларов за тушку. За последние несколько лет летающие дроны превратились из дорогих игрушек по-настоящему в массовый продукт. В этой отрасли немало компаний-гигантов, которые предлагают все более новые модели умных устройств. Но несмотря на совершенствование этих летательных аппаратов, большинство дронов до сих пор обладают существенным недостатком. Они очень мало времени могут находиться в воздухе. В первую очередь это происходит из-за низкой эффективности винтов и малой емкости аккумулятора. Однако команда инженеров из Швейцарии придумала, как увеличить время полета дронов более чем в два раза. За разработку отвечают специалисты из компании Flybotics. Уникальность разработки заключается в том, что новый беспилотник имеет два винта, расположенные друг над другом вместо четырех. При этом изменения коснулись и самой конструкции беспилотника. Он имеет форму кольца, который охватывает летательный аппарат по кругу. По словам представителей Flybotics, основной сферой применения дрона будет использование его в разведывательных операциях, в том числе и при чрезвычайных ситуациях. А на этом у меня все. Увидимся уже завтра. Пока. Сегодня Международный день Белой Трости. По официальным данным Минтруда и Соцзащиты, в Казахстане насчитывается 3,5 тысячи детей с серьезными патологиями зрения. В Нурсултане они получают знания в единственной школе номер 10. Сейчас там обучаются 184 ребенка. К слову, в эти дни до 17 октября в учебном заведении проходит международный фестиваль с участием детей со всего Казахстана, а также Азербайджана и Турции. Для школьников подготовили развлекательную программу. Они посетят Национальный музей, Паралимпийский тренировочный центр и Дворец школьников. Вообще в школе более около двух тысяч детей, но вот открылись такие специальные классы при общеобразовательной школе. И мы стали первыми вообще в этом кластере. После нас еще открыли в четырех городах Казахстана специальные классы. Чем это удобно? Тем, что детей не надо везти в отдаленные города, где есть школы-интернаты. В Казахстане есть более семи школ-интернатов, где обучаются эти дети. Казахстанские дети оказались перспективнее, чем их сверстники из Китая, Мексики и Украины. Такие данные приводятся в исследовании Всемирного банка по реализации потенциала. Так, по данным банка, обучаться они начнут в 4 года и к 18 годам проведут за учебой более 13 лет. Согласно индексу человеческого капитала Всемирного банка, казахстанские младенцы реализуют потенциал на 75%. Это высокая цифра, поскольку дети в Китае, Монголии, Саудовской Аравии и Мексике будут иметь только 59-67%. Украинцы 65%, но американские дети впереди казахстанских всего на один балл. При этом индекс человеческого капитала у девочек в Казахстане на 7 пунктов выше, чем у мальчиков. Кстати, сегодня исполняется 125 лет со дня рождения Сакена Сейфулина, который внес огромный вклад в образование казахских детей. Масштабных мероприятий, как мы выяснили, в республике не проводится. Мы поехали в музей Пальта и Писателя, который находится на правобережье столицы, и узнали, чем он сегодня живет, как часто приходят посетители. Сегодня в нашем музее проходит мероприятие, посвященное ко дню рождения Сакена Сейфулина. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Сакена Сейфулина. Наш музей является одним из самых старых зданий. В 1920-е годы в этом доме была редакция Сакена Сейфулина, где он здесь работал. Поэтому здесь сейчас находится его музей, то есть место, где ступала нога великого нашего поэта Сакена. Есть такой проект, не знаю, City Pass называется. Это как раз для туристов, в основном туда входят самые достопримечательности нашего города. Куда, кстати, входит наш музей тоже. И приходит очень много иностранцев именно с этой карточкой City Pass. К творчеству великого деятеля мы еще вернемся сегодня в программе. Ну а прямо сейчас курс валют и цены на драгметаллы.